Девит Липски Я хочу рассказать о том, каково быть самым обсуждаемым писателем в стране. Ты, смотрю, нервничаешь, да? Не-не-не, все нормально. А ты? Кажется, я в ужасе. Хочу спросить, почему ты все время в бандане? Знаю, странно. Но так я чувствую себя увереннее и не боюсь, что голова вдруг взорвется. Даже не знаю, почему бы всегда так не питаться. Отличное решение, без вопросов. Как в фильме «Забегаловка». В том самом старом? Отличный фильм. Превосходный. Гениальный. Тебя греет мысль, что куча людей прочитает твою новую книгу, о чем бы ты ее ни написал? Да. Но главный вопрос – зачем? Зачем я этим занимаюсь? И почему это делает меня американцем? Ураган душераздирающих откровений на тему одиночества, славы и честолюбия. Ты говоришь, что вкладываешь в книги всего себя. Получается, читать их эквивалентно знакомству с тобой, да? Отлично сказано. Спасибо. Проницательно о самом сокровенном. Герои распахивают душу и покоряют ваше сердце. Мне кажется, людей младше сорока пяти одолевает особая грусть. Она связана с удовольствиями, достижениями, развлечениями. Ты понимаешь, что все это не имеет смысла и чувствуешь пустоту. Актерская игра Джейсона Сигела – настоящее открытие. Я правда боюсь стать незаурядным. Я дорожу своей обыкновенностью. Никто не станет читать тысячестраничный роман, если его автор обыкновенный. Роман буду читать, если автор гений. Что с тобой? А с тобой что? Не думаю, что ты правда хочешь быть таким, как я. Просто будь хорошим парнем. Джейсон Сигел, Джейси Айзенберг. Чем больше людей я считаю тебя великим, тем сильнее ты боишься оказаться фальшивкой. Дэвид сказал мне, что книги нужны, чтобы избавлять людей от чувства одиночества. Проведя эти дни вместе с ним, я заново ощутил вкус жизни. И он один из лучших собеседников, которых я встречал. Конец тура. Это я. Болтаю тут с твоим диктофоном. Я курю, только что пообещал, что не буду, и вот снова курю. Наедине с твоим диктофоном. Смотрите этим летом.